Лучших определяли в шести номинациях – от здорового образа жизни до творческого развития молодежи. Смена студенческой инициативы – последняя в этом году. Ее посетил губернатор края Александр Ткачев. Он встретился с регионянами – так себя называют сами жители лагеря. Участники смены показали новинки этого сезона в регионе 93. В этом году там появились собственная часовня и рояль в кустах, который сам играет музыку. За чашкой чая у костра Александр Ткачев пообщался с вожатыми. Они поделились с губернатором, что отдых в регионе 93 – это как служба в спецорганах. Бывших регионян не бывает. Раньше совсем давно мы сюда приезжали пионерами и думали, как же это – быть руководителем, быть вожатым. Какой-то огромный опыт для того, чтобы в дальнейшем суметь себя реализовать, для того, чтобы ребятам здесь понравилось и хотелось вернуться. И вот, наверное, поэтому мы сюда возвращаемся, потому что когда-то показали нам, как здесь хорошо. И для того, чтобы показать другим ребятам и сказать, смотрите, как здесь зорно, приезжайте сюда еще. По традиции разговор продолжился в Колизее, самом главном месте в лагере, где каждый вечер собираются участники смены. Пообщаться с Александром Ткачевым собрались все 400 человек. Я счастлив, что у нас есть подобный проект, этот лагерь. Популярность его растет. И с удовольствием приезжают ребята с разных регионов, территорий. Я знаю, даже в очередь записываются. Это говорит о том, что этот проект удался, и даже эти спартанские условия, они, в общем-то, не помеха. Такие проекты, они и нужны. И нужны для того, чтобы мы получше узнали не только других, но и самого себя. Здесь познается и дружба, здесь познается и, наверное, предательство, здесь познается и сила. Потому что в таких условиях ты заглядываешь и внутрь себя. Понимаешь, на что ты способен. А можешь ли ты. У жителей региона 93 накопилось много вопросов к губернатору. Поэтому общение продлилось почти два часа. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Где-то была.